как не сходить с духовного пути серьезный вопрос это серьезный вопрос потому что как бы но многим людям не удается духовный путь чувствует неудачу как говорится иногда не везет до духовной жизни бывает что есть неудачи вдруг чувствует что он не может продолжать практику или может быть его вера сомнения какие-то его одолевают и вот как не сойти но есть простые очень правило именно благодаря правилам можно держаться все-таки на этом пути например вот поезд мы едем в поезде сейчас и правило это вот ход поезда при этом я могу не сознавать сейчас точно где я нахожусь в каком месте моего пути могу даже сомневаться с опозданием придет поезд или точно придет поезд ну всякие вещи могут переходить в голову но поезд на маршруте то есть это наша как бы главная практика это вот харькишна маха мантра четыре револирующих принципа вот это мини минимальный стандарт нашей практики поезд уже едет это в поезде вы можете что-то делать осмысленное можете спать в поезде но поезд все равно едет пока вот следует этой дисциплине скорость как бы ваша поддерживается духовной жизни если быть уже о конкретных путях вот что мы переживем на этом пути какие остановки какие климатические условия нам встретиться какие могут пассажиры нам встретиться да это может быть это добрые люди может быть это воры и мошенники всякое может быть на этом пути жизненном пути но важно не выходить из поезда важно продолжать нашу духовную практику вот такой пример надавал шлопа падает как вы в поезд садитесь он едет он обязательно довезет вас до конечного пути поезд вы даже можете проспать всю дорогу он говорит а поезд равно вас довезет нужное место